Ассаляму алейкум, ва рахматуллах и ва баракатуху. Сегодня мы пройдём с вами две буквы, похожие очень друг на друга. Это буква ТА и буква ЛА. Значит, мы проходим букву ТА сначала. Буква ТА пишется вот так. Так, сверху, вниз, вот так. Называется эта буква ТА. Буква Твёрдая, Ударная, ТА. Если вы помните, мы с вами проходили букву ТЭ, она находится у зубов. Буква ТА, она вот к нёбе уже поднимается, зубов она ТА. ТА, ТА, может задевать только верхние, а так она не произносится у зубов. ТА, ТА, то есть она выше верхних зубов поднимается. Как она пишется в начале? Значит, вот вы пишете сверху вниз и в сторону, да, вот идёт соединение в сторону. Иногда вы можете, кстати, замечать, что я неаккуратно иду по полосочке, потому что медленно пишу, поэтому так получается. А вообще арабы на это не обращают внимания, там, вот на полоски, да, вот именно на линии писать и так далее. То есть они пишут, да, на скорую руку, вот как они в обычной жизни, да, занимаются вот правописанием, как они пишут, так вот и они изображают эти буквы. Значит, в середине соединение вы делаете, соединение вы делаете, и чуть-чуть приподняв соединение, да, и только потом вы пишете букву ТА, вот в сторону, да, и буква ТА в конце. Также соединение делаете, подняли чуть-чуть, и букву ТА уже с хвостиком написали, потому что дальше нам нечего писать. Буква ТА произносится так. ТА, ТЫ, ТЫ, ТУ. ТА, ТЫ, ТУ. Твердая, ударная. В то время как ТА произносится ТА, ТИ, ТУ. То есть никакой твердости, никакой ударности. Вот чем они отличаются, эти две буквы. ТА, ТЫ, ТУ. И посмотрим, как они, да, как эта буква звучит в словах. С фатхой. ТА, РА, БЕ. ТА, РА, БЕ. С КЯСРОЙ. РА, ТЫ, БЕ. РА, ТЫ, БЕ. С ДАММОЙ. БА, РА, ТУ. БА, РА, ТУ. Ударная, твердая. И как буква ТА звучит в состоянии суккуна. Буква ТА входит также в правило КАЛЬ-КАЛЯ, поэтому звук возвращается. Звучать это будет так. ЭТО. 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 А если была бы буква ТА, буква ТА. Вот разница, да, просто. ЭТ. ЭТ. Да? Воздух выходит, звук обратно не возвращается. ЭТ. А ЭТО будет звучать ЭТО. ЭТО. И здесь же мы с вами пройдем, не отходя далеко от кассы, букву ЗА. Буква ЗА отличается от буквы ТА тем, что получается в ее названии, в ее названии, да, здесь я пишу ЗЕ и ставлю точку. Эта буква МЕЖЗУБНАЯ ТВЕРДАЯ. Отличается она от ТА точкой. Точкой. Получается ЗА. ЗА. Теперь небольшая разница между ЗА, ЗАЛЬ, которую мы с вами проходили. ЗАЛЬ, которую мы с вами проходили, она межзубная тоже, но она мягкая. Кончик языка ставится между верхними и нижними зубами. ЗА, ЗИ, ЗУ. Чем отличается эта буква от ЗАЛЬ? Буква ЗА, когда мы ее произносим, мы ее произносим твердо, и у нее тоже есть качество прижиматься, да, и здесь, в этой букве, кончик языка, он чуть-чуть вот как бы вот так вот собирается и упирается в верхние зубы сзади. ЗА, ЗА. Вот ОСА или ПЧЕЛА, вот кто-то из них вот дает такой звук. ЗА, ЗА. Именно упираем кончик языка за верхние зубы. Если ваш кончик языка ставится между верхними и нижними зубами, то это буква ЗАЛЬ, мягкая. А это буква ЗА. Поэтому она дает звук ЗА, ЗИ, ЗУ. ЗА, ЗИ, ЗУ. А буква ЗАЛЬ дает звуки ЗА, ЗИ, ЗУ. То есть более мягкая, да, и не твердая, и не прижимается. И посмотрим букву ЗА, также поставив точечки вот в этих, например, словах. В этих словах. Смотрите. ЗА, РО, БЕ. ЗА, РО, БЕ. РО, ЗИ, БЕ. РО, ЗИ, БЕ. БЕ, РО, ЗУ. БЕ, РО, ЗУ. И в состоянии СУКУНА вы ее прижимаете. Когда вы говорите, останавливаетесь и прижимаете. ЭЗ, ЭЗ. Что касается буквы ЗАЛЬ, буквы ЗАЛЬ, если она придет, да, в состоянии СУКУНА. Получается ЭЗ, ЭЗ. Язык выходит, да, и получается ставится между верхними и нижними зубами. Здесь же не выходит, прижимается за верхние зубы. ЭЗ, ЭЗ, ЭЗ. Вот чем отличается ЗА от буквы ЗАЛЬ. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху.